Завхоз парка «Молодёжный» Любовь Лобанова радуется новым контейнером. Говорит, раньше урны возле скамеек сама проверяла по 10 раз на дню. Вот сидят, допустим, на лавочке мама с детьми. У них есть бутылочки из-под волжанки. Они тоже относят их в эти контейнеры. А раньше они их клали в мусорки, которые забиваются практически сразу. Та же история во всех мусоропроводах. О том, как забиваются трубы внутри многоквартирных домов, знают и лентяи, которым сложно выносить крупный мусор во двор. И те, кто от этого страдает не по своей воле. Во-первых, это экономия места в мусорке нашей. И во дворе нигде ничего не валяется. Ну, в общем-то, очень удобно и хорошо. А потом соседи подхватили. Все три дома у нас установили себе такие же контейнера. Вот такие крупные контейнеры из металлической сетки появляются на улицах и во дворах Ульяновска. Предназначены они только для пластиковых отходов. Проще для бутылок. Директор компании по утилизации пластика признается, стартовать тяжело. Бизнес пока малорентабельный. Тем более переработки такого мусора в Ульяновске еще нет. Но надежда на развитие есть. Пример тому соседний Самаров, который пластик собирает так почти везде. Небольшой производитель пластиковых бутылок для пивных магазинов даже производит от 15 до 20 тонн. Это самый маленький и мелкий производитель. Вот сейчас в Сверском районе стоит около 35 контейнеров. Все сделаны из евросетки такой. Желаю лицеприятные, даже более лицеприятные, чем в той же Самаре. И вот эти контейнеры получились. Хотя я не придумывал ничего и сделал размеры, как там. На всех автомойках практически, на массовых, на больших стоянках, в парках. Вот сейчас в парке молодежи. И сейчас составляю активно у жилых домов, у многоэтажных. Пока такие контейнеры стоят только в Засвияжском районе Ульяновска. Но перерабочек уверяет, устанавливать их возле жилых домов выгодно всем. Денег за вывоз остального мусора приходится платить меньше. Ведь обычные контейнеры наполняются медленнее. Ну а если вспомнить, что пластиковая бутылка в природе разлагается более ста лет, то переработка – это единственный путь обезопасить будущие поколения. Кристина Гафонова и Ксения Грещенко. Вести. Ульяновск.